Это новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! В этом выпуске близится к завершению проект строительства моста через самое большое ущелье Артвина в Западной Армении. Азербайджанцы захватили и разрушили Чанкатах в Арцахе, как вернулись жители. Греко-кипорские общины в Австралии призывают правительство признать геноцид, осуществленный Османской империей. В Шоше обосновались 10 семей вынужденных переселенцев. Мэр представляет повседневную жизнь сила. Запрет на массовые мероприятия в Ване продлеваются пять лет подряд. Судьба Хачкара с ангелами в Гадруте неизвестна. Ущелье под названием Джохское ущелье в области Артвин Западной Армении входит в список самых больших ущельей мира. Оно поражает своим природным строением. Жители района с нетерпением ждут завершения проекта, предусматривающего строительство стекляного моста и прилегающих сооружений, которые соединяют обе стороны ущелья. Два километра в длину 200 метров в высоту и 70 метров в ширину пешеходные тропинки, запланированные в окрестностях ущелья, которое считается одним из самых больших в мире и в Западной Армении. Некоторые местные жители, увидев построенные в верхней части ущелья каменные стены, негативно относятся к проекту. В Арцахе есть населенные пункты, о которых вы никогда не слышали и не читали в прессе. Одним из них является село Чанкатах Мартакерцкого района. В советские годы Чанкатах назывался Чанкатах. Во время Первой Арцахской войны он перешел под контроль азербайджанцев и был разрушен. После освобождения поселка в 1994 году жители Чанкатаха вернулись домой и вернули селу его историческое название. По словам учителя истории сельской школы в Реже-Хачатряна, азербайджанцы никогда не жили в селе, поэтому, захватив село, попытались снести его. Сейчас на противоположном холме сидят азербайджанцы, но в советские годы эта часть им не принадлежала. Она была частью Арцаха. Теперь мы не знаем, как они появились там. Когда говорят об эпохе мира, они должны понимать, что наш враг не хочет мира, говорит школьный учитель. Во время войны 2020 года Чанкатах не опустел. Женщины и дети в основном остались в селе, а мужчины воевали на разных фронтах в Арцахе. Президенты греко-кипорских общину областей Мельбурна и Виктория в Австралии при поддержке президентов Понтийской ассоциации Австралии направили премьер-министру письмо с призывом к правительству официально признать геноциды армян, ассирийцев, греков и других христианских меньшинств, осуществленные Османской империей в 1915 году. По данным Носкосмос, это следует за предложением единогласно принятым Палаты представителей 29 ноября 2021 года с призывом к правительству признать эти геноциды. Президенты общин заявили в письме, что по состоянию на 2021 год 31 страна мира признала эти геноциды. Правительству Австралии пора официально признать этот геноцид, говорится в письме. Обращение было передано министру иностранных дел Мэри Спейн и другим. Об этом в беседе с корреспондентом Арцахпресс заявил мэр общины Шош Эрик Абрамян. После 44-дневной войны в нашем селе поселились 10 семей вынужденных переселенцев. В свободном жилом фонде у нас около 15 домов, которые мы с удовольствием предоставим другим переселенцам после ремонта. Около 100 домов в поселке пострадали во время боевых действий. Восстановленные работы начались сразу после окончания войны. Школа находится в хорошем состоянии. В ней учатся 99 учеников. Из них 7 детей и из семей вынужденных переселенцев. Детский сад посещают 29 воспитанников. В селе находится церковь Святого Степаноса, являющаяся местом паломничества жителей. Дороги между селами в плачевном состоянии. По словам собеседника Арцахпресс, Шош газофицирован, обеспечен электричеством и водоснабжением. Запрет на проведение всевозможных митинговой пресс-конференции в ванне продлевается пять лет подряд, и сейчас его продлили еще на 15 дней. В заявлении говорится, что запрет введен из соображений безопасности, таких как предотвращение возможных терактов, провокационных действий обеспечения безопасности жизни и имущества жителей и недопущение распространения насилия. С 14 по 28 января 2022 года в административных границах нашей области запрещены все виды митингов, демонстраций, пресс-конференций, акций протеста, сидячих забастовок и подобных мероприятий, говорится в сообщении. Напомним, что в заявлениях губернатора, начиная с 2016 года, запрет основывается на соображениях безопасности, связанных с возможными действиями курдских боевиков или операциями против них. Однако в качестве причины иногда называются ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией. Страница Мир Хачкаров в Facebook опубликовала фотографию и написала Арцах, Гадрут, Хачкар с ангелами монастыря Белый Крест 1346 года. Судьба этого памятника неизвестна, так как он находится под азербайджанской оккупацией. Фотография сделана в конце 19 века. Далее для вас армянская народная песня. Полная версия доступна на официальном ютуб-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром. Субтитры создавал DimaTorzok